Театр в отпуске, касса не работает, но это только отвлекающий маневр. За закрытыми дверьми кипит жизнь, идет увлекательный творческий процесс. Впервые театральная лаборатория по современной драматургии в качестве экспериментальной площадки выбрала «Армавир». Данный проект организован Государственным театром нации под руководством народного артиста России Евгения Миронова при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Событие историческое и призванное наполнить театральные коридоры свежим воздухом новых замыслов и идей. Общение столичных режиссеров с актерами происходит буквально на птичьем языке, понятным только служителям мельпомины. Просто я хочу верить, чтобы вы на моих глазах эти слова сочинили. А я выпью, высказал про своих женщин, увидели, продумали, все разобрали. В первом предприятии мы не разбирали даже. Вот этого достаточно. Три площадки, три режиссера, три эскиза к спектаклю, поставленные практически за неделю, будут вынесены на суд зрителей в эти дни. Важный какой-то такой наш профессиональный мастер-класс, наши личные, внутритеатральные дела свои, да, мы занимаемся какими-то своими вещами. Но поскольку театр без зрителя не бывает, и артистам все равно важно, понимаете, одно дело он работает просто так, а другое дело он понимает, что придет зритель, ему надо это играть. Конечно, это важно, конечно, это вдохновляет. И вот 30-го мы покажем эти эскизы. После премьеры зрители и критики проекта вынесут свой вердикт и определяют судьбу эскизов, превратятся ли они в полноценные спектакли или будут забыты, как дурной сон. Армавирский театр драмы и комедии в городе выполняют функции сразу нескольких театров. Это и драма, и тюз, и даже театр кукол. В прошлом году планировали восемь, а состоялось аж одиннадцать премьер. В новом сезоне старейший театр Кубани также готовится угодить зрителям разных возрастов. В рамках программы театры малых городов России выделены деньги из федерального, краевого и местного бюджетов на укрепление материально-технической базы. Сейчас у нас уже заканчиваются все формальности, аукционы, торги, и выходим мы на финишную прямую, и театр приобретет световое оборудование, звуковое оборудование, музыкальные инструменты и предусмотрены деньги на выпуск спектакля. Пока актеры участвуют в лабораторном тренинге, в цехах идет работа по подготовке к премьере. В новом сезоне, преодолев робость, решились на чеховскую «Чайку». Об этой пьесе не стоит говорить, ее в принципе все знают. Это произведение, которое ставится на подмостках всех театров, я не ошибусь, если скажу, в общем, театров мира. На сцене нашего театра «Чехов был», мы ставили его произведение, и не один спектакль. Но вот на «Чайку» как-то мы все боялись замахнуться. Постановщик спектакля Юрий Ковалев к чеховской «Чайке» относится с трепетом, поэтому решил не отходить далеко от классических канонов. Режиссерское решение отразилось и на костюмах. Никаких вольностей, полное воспроизведение моды конца 19 века. Костюмы приближены к эпохе 19 века. Мы стараемся сделать похожие. Мастера пошивочного цеха изучили специальную литературу и выбрали наиболее удачные модели, которые были особо популярны в то время в России. «Чайкин выход последний». «Диза»? Да. Даже туфли с особой формой каблука, прозванного бложкой, заказывают в специальном ателье. Безусловно, помимо красивых костюмов, элементов декораций, над которыми также вовсю работает бутафорский цех, будут и режиссерские эксперименты, и филигранная актерская работа ведущего состава. Так что, как говорится, спешите видеть. 109-й театральный сезон будет открыт 7 октября. Лариса Юровская, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова